Всем привет дорогие друзья, с вами снова я вас, Татазавар Экс, и сегодня вы узнаете все, что известно о спецназе, показанном в фильме Репортаж 2. Униформа Гео включает в себя анорак, куртку, свитер, футболку, брюки, ботинки и берет. Комбинезон используется в качестве дополнительного предмета одежды. Летом члены Гео используют рубашку с короткими руками вместо свитера и куртки. Помимо униформы члены Гео используют защитное снаряжение, которое включает в себя шлем, защитные очки Боли Командо, балаклаву, противогаз драйгер, баллистический жилет, чехлы Safari Land для SIG P226 и перчатки. Они также используют зрение повышенного устройства, таких как Matisse тепловизоров, дневные тепловизоры, бинокли, Pai Mir 250, ночного видения камеры, Philips BM802-8A1, бинокль, ночного видения очки, ITT N-AFC9, бинокли ночного видения, ITT карманы F6-010, ночного видения козырька и лазерные дальномеры. Для связи между ними они используют систему Matra-CRD, системная интеграция радиоприемника. Модели Motorola Mi X-Ear 1000 и Mi X-Ear 2000 и портативные ретрансляторы VHF и UHF. Для операций под водой они используют другое специальное снаряжение. Сюда входят неопреновые костюмы, сухие костюмы для погружения в загрязненной воде, подводные аквалангисты с двойным шлангом и одним шлангом, подводные компьютеры, подводные роботы для погружения до 200 метров и оборудование для поддержки погружений. Используемые транспортные средства включают автомобили, мотоциклы, специальные лодки, полицейские вертолеты и тяжелые вертолеты CH-47 Chinook Испанской армии. Оружие. Наиболее распространенным снайперскими винтовками, используемыми группой, являются Mauser SP-66, Hackler & Coach PS-G1, AMP Desert One, Saco TRG-41 и TRG-21, Saco AEE с глушителем и Hackler & Coach G3 SG-1. Их штурмовые винтовки СГ-551 SWAT и SG-552, Hackler & Coach G-41, TGS и HK-33. Они используют Frank, Remington и Hackler & Coach дробовики, MP5 и FNP-90. Являются автоматами выбора. Их пистолеты SIG P-226, Parabellum 9х19 мм и USP Compact. Члены ГИО также применяют электрошоковое оружие, что вызвало некоторое противоречие, когда Amnesty International осудила использование такого оружия национальной полиции. Для повышения точности стрельбы, которой они используются, используют съемки поддержки устройств, такие как зрение географического оружия, AMT прицелов, Skmid & Bender, трудное название, 1,5-6х42, дневного прицела, Simrad KN-250F, прицел ночного видения, Seis Diavari, дневного прицела. Баб НПВС-4, ночного видения прицела, лазерные прицелы EDS и фонарики Surefire. Если рассматривать бойцов из фильма, то они имеют при себе бронежилеты, берцы, каски, наколенники на локотнике, таран, тактические перчатки от компании Style Globes, дробовик Spas-12, респираторы, мини-фонарики, которые были прикреплены к самой каске, мини-видеокамеры, которые также были прикреплены к каске, подсумки, вкладыш в ухо для гарнитуры, Tsuma H&K MP5, а также P-226. Также в четвертом фильме, репортаж Апокалипсис, были показаны такие же спецназовцы, но имели при себе все те же перчатки, берцы, наколенники и налокотники, бронежилет, ушные гарнитуры, шлем, но только с защитным стеклом, MP5 и P-226. Что ж, я думаю это все, что известно о спецназе, показанном в фильме Репортаж 2 и Репортаж Апокалипсис. Так что всем большое спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим лайки, всем пока!